Здравствуйте, я Сергей. Сегодня мы с вами говорим на тему денег. Это очередной наш с вами разговор и тема сегодняшнего нашего занятия – экологичность. Экологичность – это не только вопрос природы, это также вопрос, связанный с качеством нашей жизни, с нашими взаимоотношениями, с нашим здоровьем, с нашим счастьем. Для того, чтобы выяснить, когда мы бываем экологичны, а когда нет, рассмотрим такую историю. Один человек, мужчина, встретил своего друга. Этот друг стал предлагать ему необыкновенную сделку, сделку века. Он сказал, как здорово, что мы с тобой сейчас встретились. У меня есть потрясающее предложение для тебя. Предложение очень простое. Мы с тобой необыкновенно много заработаем за короткий промежуток времени и сделаем это всего лишь. Возьмем некую сумму денег вот здесь и положим ее вот сюда. А через некоторое время вот отсюда достанем примерно в два с половиной раза больше. Некоторое время, это возможно всего лишь пару часов. Конечно же, такое предложение возбуждает сознание, возбуждает мышление и мы начинаем проявлять интерес и думать. Задаем вопросы. И если мы задаем вопросы, то обычно нам говорят, знаешь, на самом деле даже не совсем так. Вот здесь вот мы сейчас возьмем, вот сюда положим, а вот отсюда не за два с половиной часа, а за полтора достанем практически в три раза больше. Это еще больше возбуждает наш мозг. Мы представляем себе, как будет здорово, когда мы заработаем, что мы с этим сделаем. И мы продолжаем взаимоотношения, коммуникацию. И тогда нам говорят, возможно, в третий раз. Ты знаешь, даже возможно не через полтора часа, а через сорок минут мы получим практически в четыре раза больше. Нам это, как правило, нравится. Мы пытаемся узнать, что нам для этого нужно. И нам говорят, знаешь, нужно немного. Сейчас нужно, чтобы ты взял несколько тысяч долларов своих денег. И мы их сюда как раз и занесем. На человека это иногда действует как бы пугающе. Мы начинаем волноваться, сомневаться. Порой мы можем даже сказать, а можно я поговорю на эту тему с женой? Тот, кто советует нам сделать эту сделку, говорит, не, с женой не говори. Ты же знаешь, женщины, они любое дело на корню могут испортить. Поэтому, когда мы все это сделаем, ты просто подаришь ей подарок и докажешь, что ты настоящий мужчина. Обычно происходит вот как. Через несколько дней тот, кто принял решение участвовать в этом, приходит с виноватыми, опущенными глазами и говорит, дорогая, ты не поверишь. Я хотел как лучше. Понимаешь, все было посчитано. В этот раз все было посчитано. Вася, он мне все рассказал. Знаешь, мы должны были вот здесь взять, вот сюда положить и вот отсюда через 15 минут в 4 раза больше достать. Все было посчитано. Мы положили вот сюда. Смотрим, оно не появляется. Ждем еще какое-то время, оно не появляется. Знаешь, получилось так, что почему-то произошел сбой. И это не экологичное действие. Когда один человек принимает решение, а расхлебывают все. То есть все начинают принимать участие в том, чтобы разгребать завалы. Бегать, занимать, волноваться, ходить в милицию, ходить в суды, ходить в банки, закрывая какие-то возникшие последствия решений, которые принимал один человек, которые нарушили мирную жизнь сообщества, личную, семьи, испортили взаимоотношения. Все это относится к неэкологичным сделкам. Если вы хотите сделать свою жизнь процветающей и счастливой, вы должны научиться различать предложения, которые поступают к вам от других людей. И первое, что я по этому поводу могу вам подсказать, начинайте советоваться. Не принимайте решения здесь и сейчас моментально. Говорите такому человеку, который вам предлагает принять решение быстро, что вам нужно подумать. Узнавайте, как это было у других, говорите со специалистами, с консультантами. И все, что вы узнаете, поможет вам вернуться в правило 30 дней. Неэкологичность рушит наши жизни и разрушает судьбы. Если вы хотите стать счастливым человеком и богатым, вам нужно научиться не попадать под влияние других людей, которые забирают вашу якобы ответственность за вашу жизнь, за то, что вы станете процветающим и богатым. Предлагая сомнительные варианты сделок. Будь то фондовые рынки, будь то различные рынки, связанные со спекуляцией валют. Будь то инвестиции в якобы выгодные предложения по недвижимости. Все это может оказаться неэкологичным. Если у вас не хватает ресурса и то, что окажется вашим действием, оно подставит под удар, под риск. То есть, ваше спокойное существование, начинайте искать решения, консультируясь и узнавая как можно больше у тех людей, которые имеют опыт в подобных видах дел. И я советую вам поразмышлять, возможно, в последнее время кто-то приходил к вам с такими же предложениями. Если они неэкологичны, советую одно, бегите к жене, советуйте с ней и вы никогда не ошибетесь. Большое вам спасибо, что вы потратили свои драгоценные несколько минут и узнали об этом простом уроке, уроке экологичность. Спасибо!